Книга «Открытый моком» 8 том. Тема «Канонизация». Вопрос 2158. Согласны ли вы с прошедшей канонизацией новомучеников и исповедников российских в 2000 году? Можно ли рассматривать их труды, как труды святых отцов? Расскажите немного об одном из них, Иларионе Троицком. «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин». Владимир Алексеевич Троицкий родился в 1886 году. Отец и брат служили в храме. Детство Володя прошло в атмосфере строгой церковности и традиции православного благочестия. С детских лет участвовал в богослужении. Окончил духовную академию. За выдающиеся успехи дважды посылался за границу преподаватель Московской духовной академии, профессор. В 1913 году пострижен монашество именем Иларион. В апреле 1913 года был рукоположен вееромонаха в возрасте 27 лет. Что такое академия без Христа? Это пустое место и мертвый дом. Как инспектор, отец Иларион заботился в первую очередь о воспитании студентов церковности, привлекал их к активной церковной просветительской и проповеднической деятельности. Заботился он и о внешней дисциплине. Высокий и стройный, с очень умеренной и пропорциональной полнотой, с ясным и прекрасным взглядом голубых глаз, он был немного близорук, но никогда не пользовался очками, всегда смотревший уверенно и прямо, с высоким углом и небольшой окладистой русой бородой. С озвученным голосом и отчетливым произношением он производил обаятельное впечатление. Им нельзя было не любоваться. Этот смелый и исключительно талантливый человек все воспринимал творчески. Иларион любил говорить, что настолько, насколько христианин должен осознавать свои грехи и скорбеть о них, настолько же он должен радоваться бесконечной милости и благодати Божией и никогда не сомневаться. И не отчаиваться в своем жизненном подвиге. У него самого была поразительная восторженность и любовь ко всему, что было ему дорого и близко. В церкви, к России, к Академии. И этой бодростью он заражал, ободрял и укреплял окружающих. Иларион стоит в одном ряду с такими лицами, как патриарх Никон. Илариону нужен был простор исторической арены, чтобы размахнуться чисто по-русски. Иларион сознавал, что орел Петровского на западный образец устроенного самодержавия выклевал патриаршеством. Это русское сердце, святотатственная рука нечестивого Петра, свела прераспятителя российского всего векового места в Успенском соборе. После избрания на патриарше престол святителя Тихона, архимандрит Иларион становится его верным помощником. В 12-м по старому стилю 25-го мая 1020-го года был хиротонисом в епископа Верейска, в викарии Московской епархии. Ему было 34 года. В 1919-м году был арестован, сидел в тюрьме около двух месяцев, освобожден. В 1921-м году снова арестовывается. В 1923-м году был освобожден. В мае 1923-го года обновленцы произвели разбойничий собор, на котором лишили сана и монашества патриарха Тихона. Однако обстоятельства складывались таким образом, что власти были вынуждены выбрать новую политику. 14-го по старому стилю 27-го июня 1923-го года Тихон был освобожден из-под домашнего ареста после сделанного им заявления в Верховный суд и на следующий день обратился к народу с воззванием, которого от него требовали власти. В это время Иларион стал патриарху самым близким сподвижником. Святитель Иларион был очень гибким церковным администратором и политиком. Готовый идти на компромиссы с властью, если за счет этих компромиссов можно было отстоять чистоту православной веры и нанести удар тем, кто представлял главную опасность для церкви изнутри. Владыка Иларион призвал патриарха Тихона не смущаться компромиссами в плане политическом, если от этого будет польза в борьбе с обновленцами. Патриарх Тихон выступил с посланием 18 июня 1923 года, написанным архиепископом Иларионом. Патриарх редактирует. Конечно, у современников эти послания вызвали разногласия, прежде всего по политическим вопросам. Немногие знали, что за этим стоит мучительное для совести патриарха давление со стороны власти. Тяжелейшие переговоры с властями. Патриарх как-то пытался смягчить гонения на церковь. Святитель Иларион вместе с патриархом Тихоном мог бы сказать, «Пусть погибнет мое имя в истории, только бы церкви была польза». Иларион стал правой рукой патриарха. Он пользовался огромной популярностью московского духовенства и буквально обожанием народа. Он в эти дни переговорил с сотнями священников, мирян, монахов и монахинь. Благодаря неукротимой энергии этого человека церковная организация в Москве была восстановлена в два дня. Так пишет и А.Э. Краснов-Левитин, участник обновленческого движения. Владыка Илариона стоял на том, чтобы обновленческих клириков принимать через покаяние. А если свой сан получили в обновленческих, тогда этот сан не признавать. Обновленческие храмы все заново освящались как еретические. 15 по старому стилю 28 июля 1923 года произошло публичное покаяние пред патриархом Тихоном митрополита Сергия Строгородского в Донском монастыре. Патриарх возложил на него крест и панагию, а владыка Иларион вручил ему белый клобук. В ноябре 1923 года владыка вновь арестована три года в концентрационных лагерей. Увидев ужас обстановки, он воскликнул «Отсюда живыми мы не выйдем!» На Соловках он был сетевизальщиком и рыбаком. Когда пришло известие о смерти Ленина, заключенных заставили простоять пять минут молчания. Владыка же демонстративно лежал на нарах и говорил «Подумайте, отцы, что ныне делается в аду! Сам Ленин туда явился! Бесом так какое торжество!» В конце лета 1925 года Иларион был неожиданно доставлен в Ярославль. Ему добавили срок за неуступчивость, власти отправили на Секирку в штрафной изолятор, где смерть была обыденным явлением. В июле 1926 года Иларион выступил как один из инициаторов Соловецкого послания, обращение находящихся в Соловецком лагере православных епископов к правительству. 29 июля 1927 года вышла декларация митрополита Сергия. Иларион выступил с резкой критикой тех, кто пошел на раскол. Он напоминал о безгласии епископов в синодальные времена, когда перевод на другие кафедры был обычным явлением. По мнению владыки отделения митрополита Сергия, преступление по условиям текущего момента весьма тяжко. В конце 1925 года власти решили выслать святителя в Казахстан на вечное поселение. 6 декабря 1929 года перелив из тюрьмы в больницу Гааза, сыпной киф. Когда в больнице заявили, что его надо обрить, владыка сказал, делайте со мной теперь что хотите. 15-28 по старому стилю декабря 1929 года скончался. Святителя невозможно было узнать. В гробу лежал изможденный старец с обритой головой. Ему было 43 года. Власти отдали тело с условием, чтобы не было никакой торжественности отпевания и никаких надгробных речей. При отпевании был митрополит Серафим Чичагов, архиепископ Алексей Семанский, епископ Амросий Либин и епископ Сергий Зенкевич. А само отпевание совершал епископ Николай Ярушевич. На отпевание и погребение стихийно пришли несколько тысяч верующих Петербурга. Кавычки закрыты. Канонизация – дело рискованное, самонадеянное. Только Бог знает, кто и где будет после смерти. 1 Коринфянам 4.5 Посему не судите никак преждевремени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Кавычки закрыты. Вышла книга Лориона «Бесцерканец спасения». По книге видно, что у него не было живого евангельского обращения к Богу, личной встречи со Христом. По писанию, как у апостола Павла. Традиции, корни, полнота церковная. Сегодняшний батюшка, и тем более окончательный свегианин, защищавший эту скверну, может, за это его и вызвали ли из концлагеря. Да Бог не дал больше жизни. Рассуждения его в статьях показывают, что он не понимал вреда монашества в том виде, в каком оно есть, что оно запечатало главные силы России и Русь, обескровленной, пала перед натиском мира. Лорион не мог без структуры церковной ни шагу ступить, и потому их тепленькими брали, как в одном муравейнике. Они к гонениям совершенно не готовились. В катакомбы не шли и гибли десятками тысяч. Труды его можно читать, но не все в них можно принимать безоглядно. Все нужно сравнивать с Библией.